Открытый диалог с Александром Непомнящим Наши пиод продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну, начнем, наверное, с правительства израильского. Есть правительство, нет правительства? Расскажите-ка нам об этом. Правительство есть, но, как я обещал, я начну буквально с двух слов о романе Гоффмане, первом генерале израильской армии из Алии 90-х. На самом деле, меня спросили, если вы помните о нем в прошлый раз, я пообещал, что я соберу более точную информацию, потому что не помнил навскидку, является ли он генералом точно уже, и что, и как, и все подробности. И вот буквально два слова закрыть ответ, который я пообещал в прошлый раз. Так, Роман Гоффман. На сегодняшний момент он является полковником армии обороны Израиля, но уже год назад, в июле 19-го года, было принято решение в армии о том, что он получит звание бригадного генерала и возглавит дивизию Абашан, дивизию, которая располагается на голландских высотах. Сейчас он находится в академическом отпуске, но на самом деле даже не отпуске, а просто на учебе в колледже национальной безопасности. И после того, как он ее закончит, эту учебу он вступит в должность командира дивизии уже в звании бригадного генерала. Маленькая справка. Роман Гоффман родился в Мозыре, Белорусской Советской Социалистической Республике, в 1976 году. То есть он еще советский ребенок и был привезен сюда в 1990 году, припатриировался вместе с родителями, учился в Аждоде, а затем в военном интернате в поселении Или. То есть он получил также и традиционное еврейское воспитание, что, например, в моих глазах, например, это дает ему очень много дополнительных баллов. Таким образом, да, действительно, Алия 90-х уже принесла первого генерала израильской армии. Если же вы спросили меня о полковниках или подполковниках, то таких уже есть много разных. И с одним из них я даже лично знаком. Он, правда, не в сухопутных войсках, а военно-морских. Таким образом, да, действительно, Алия 90-х годов, она вполне замечательно интегрировалась в израильские реалии, в том числе, конечно, и в израильскую армию. Ну, а мы действительно вернемся с вами к главному событию, собственно, не прошлой, а вот той недели, которая сейчас закончилась. И это, безусловно, не прошло и полгода, как говорят, но в нашем случае прошло больше года, точнее полтора года, больше 500 дней прошло, и у Израиля, наконец, есть правительство. Формально оно еще не приведено к присяге, но, в общем-то, устранены все препоны, которые до сих пор, в общем, пока они не были преодолены, можно было с осторожностью лишь говорить о том, что в Израиле есть правительство. Был немалый шанс, что мы все-таки еще пойдем на четвертые выборы. Сейчас, по сути дела, мы говорим уже о том, что правительство на следующей неделе будет существовать. И здесь, конечно, можно сказать, да, Бениамин Натаньяо совершенно гениальный политик. Он вновь переиграл всех своих недругов, оппонентов, врагов. И, по сути дела, не просто переиграл, он заставил их работать на себя, в собственных интересах. Его прежний главный соперник Ганс, который сейчас является спикером Кнессета, спикером израильского парламента, буквально лег ко СМИ в Кнессете на этой неделе, чтобы провести коллекционные соглашения, чтобы они прошли. Оппозиция завалила проведение этих соглашений тысячами поправок. И задача была у оппозиции растянуть, принять этих поправок на столько часов, на столько дней, чтобы, в общем, не успели принять закон и автоматически бы вступил в силу роспуск Кнессета. Но Ганс проявил себя как организатор и довольно жестко протащил эти коалиционные соглашения через голосование. Они были приняты. А параллельно другие заклятые ненавистники Натаньяо недавние... Собственно, Ганс уже теперь не главный соперник, а фактически партнер. А вот заклятные ненавистники из судейской клики, они, выбирая между худшим и ужасным, для них, разумеется, предпочли таки утвердить Натаньяо на посту премьера, нежели посылать нас на новые выборы, где правые получили бы абсолютное большинство. Собственно, Натаньяо поставил их в такую позицию, в которой оба варианта были для них плохие. Они выбрали наименее худший для себя, ну то есть, в общем, совсем неплохой для нас. Речь шла о том, что левые организации подали иски в Высший суд справедливости Израиля против коалиционного соглашения и возможности того, что Натаньяо станет премьер-министром. И, по большому счету, Верховный суд не должен вмешиваться в эти вопросы вообще, потому что в Израиле существует закон, который говорит о том, что премьер-министр может занимать свою должность, даже если против него выдвинуто обвинение, но еще нет принятого решения. То есть, это не было суда, и суд его не вынес решение с обвинительного приговора. По сути дела, существует презумпция невиновности. Но, тем не менее, Верховный суд вмешался и заявил, что он вправе рассматривать такие иски. И он их рассматривал, понимая, что если он сейчас забракует Натаньяо, то мы идем на выборы. Это было прописано в коалиционных соглашениях. А на выборах, скорее всего, правые победят, получат больше 60 мандатов уже без всяких добавок в виде Ганса и его компаний. И тогда просто примут последовательные законы, которые ограничат очень здорово полномочия Верховного суда, который влез уже своими щупальцами куда только можно. Таким образом, они выбирали, что сделать. Так сказать, признать, что Натаньяо их обыграл, или рисковать всеми теми полномочиями, которые они сумели сейчас прибирать к рукам и пока не собираются оставлять. В то же время Верховный суд оставил за собой право вмешаться в дальнейшем. То есть, по сути дела, его решение было таким. Ладно, ладно, делайте, что хотите, но мы еще свое слово скажем. Ну что же, они могут сказать еще свое слово, но, тем не менее, все остается в силе. Если они еще скажут свое слово, то опять рассыпется коалиция, и мы пойдем на выборы, и дальше, я уже сказал, что он будет. Ну, а пока что самое важное, конечно, в этом раскладе и самое важное, что должно сделать это правительство, которое, дай бог, будет на следующей неделе приведено к присяге, это выполнить важнейшую цель, у которой стремительно истекает срок годности, и это речь идет, конечно, о распространении суверенитета Израиля в Иудее и Самарии, которые мы должны усуществить пока в Белом доме дружественно Израилю, администрации, дружественно-исторического масштаба. То есть еще никогда не было такой поддержки Израиля в Белом доме, и пока эта поддержка есть, мы должны провести этот суверенитет. Собственно, мы об этом, возможно, поговорим еще чуть позже. По большому счету, дата до ближайшей недели. Отчего это зависит, под какими условиями, снова мы поговорим об этом чуть позже. И тут я хочу только заметить вот какую вещь. Осуществление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии, если кто-то еще не понял до конца, навсегда похоронит шансы на создание арабского государства между морем и рекой. То есть, конечно же, по сделке века мы говорим о том, что Израиль распространит суверенитет на треть Иудеи и Самарии, и оставшиеся две трети как бы предполагаются для создания арабского государства. Но, и это но очень важно, и нужно его очень хорошо понимать, администрация Трампа говорит так. Мы, конечно же, будем поддерживать создание палестинского государства на оставшейся территории, но только если палестинские арабы, и дальше начинается перечисление, разоружаться, прекратят травить и пытаться ликвидировать Израиль, откажутся от попыток уничтожить Израиль в будущем, признают Израиль еврейским государством и прочее, и прочее, и прочее. То есть, по сути дела, как заметил в шутку посол США в Израиле Давид Фридман, он сказал, если у палестинских арабов изменится ментальность на канадскую, то, в общем, они получат государство. В этом смысле, на самом деле, если представить себе такую чудесную ситуацию, при которой наши палестинские арабы вдруг превращаются в канадцев, то, в общем-то, наверное, у большинства правых даже изменилось бы отношение к такому государству под нашим боком, которое не собирается нас уничтожить, которое добродушно, открытое, сотрудничает с нами и прочее, и прочее, и прочее. Другое дело, что мы понимаем, что такого, скорее всего, не случится. Но более того, когда мы говорим о государстве, которое они могут получить, арабы, в лучшем исходе, то, опять же, оно определяется как государство, можно даже назвать империей. Но от этого оно не становится в более полномоченном. Это государство без армии, без контроля над воздушным пространством, без контроля над своим эфиром. То есть, по сути дела, мы говорим о расширенной автономии. И теперь, после всего этого, нужно понять, что после того, как Израиль распространяет свою суверенитет на Иорданскую Толину и на большие блоки поселений, вот то, о чем мы еще поговорим подробнее, то, что остается, арабы-то и раньше не готовы были принимать то, что им предлагалось. Сейчас им останется еще меньше. И, по сути дела, такие анклавы внутри Иудеи и Самарии, если бы они действительно хотели бы создать независимое государство, им было бы это важно. Может быть, они и согласились. Но поскольку для них важно уничтожить государство Израиль, то такое предложение их совершенно не устраивает. И в этом смысле, конечно, мы понимаем, что этот план очень хорош для Израиля. И нужно обязательно осуществить вот эту первую часть с распространением суверенитета. Именно для этого было создано, я считаю, нынешнее правительство, которое очень далеко от того, каким бы мы его хотели видеть. Ну, а что будет дальше, мы еще посмотрим. Спасибо, Александр. А теперь по поводу выделения денег обумазанным правительством. Да, поговорим о вещах немножко более, или, скажем так, менее приятных. Чуть меньше полутора лет назад правительство Израиля, вслед за администрацией президента США Трампа, утвердило так называемый закон о компенсации. О чем идет речь? О том, что с этого момента и средства на содержание автономии, которые Израиль регулярно причисляет в Ромалу, стали удерживать суммы, равные тем, что власти автономии, то есть обумазан, переводят в виде пособий и пенсий заключенным в Израиле террористам и их семьям. Речь идет прежде всего о террористах, которые совершили убийства или другие тяжелые преступления, или семьям тех террористов, кто был ликвидирован во время совершения теракта или попытки совершения теракта. По сути, чем больше крови на руках, тем выше выплачиваемое властями автономии пособие. И вот Израиль стал удерживать деньги, которые переводят террористам, точно так же, как США. Однако теперь под предлогом тяжелых последствий эпидемии на экономику автономии правительство откликнулось на просьбу Махмуда Аббаса, обумазана, и в качестве суды, погашение которое будет осуществляться из последующих переводов Израиля, намерено в воскресенье утвердить передачу в автономии удерживаемых средств. Речь идет о 800 миллионах шекелей, это примерно четверть миллиарда долларов, которые будут переданы по частям в автономии в ближайшие месяцы. И разумеется, власти автономии уже высказались в том смысле, что пособия и пенсии для террористов и их семьи являются важнейшим приоритетом. Иными словами, суд пойдет прежде всего не на восстановление экономики в автономии, а на выплаты убийцам и их родственникам. Известный израильский правозащитник, адвокат Ицхак Бам, с которым я имею честь знакомым быть, подал от имени организации ЛАВИ и форум «Выбери жизнь» иск в высший суд справедливости с требованием остановить передачу автономии этих средств. Но, к сожалению, трудно усомниться в том, что в этом вопросе Верховный суд не станет препятствовать действиям правительства. Он заявит, что это не его сфера деятельности. И то, что было утверждено министром финансов Кохлона под руководством, например, министра Натаньяо и в координации с министром обороны Беннетом, будет осуществлено. Доводы в пользу перечисления средств автономии, они, в общем, очевидны. Израильское правительство хочет избежать экономического коллапса автономии, последствия которого, разумеется, скажут цены Израиля. Вместе с тем, совершенно ясно, что сохранение автономии, как, в общем, и сохранение анклава Хамаса в Гази, отнюдь не является интересом Израиля. И, на самом деле, было бы куда лучше, если бы этот усугубляющийся экономический кризис, он способствовал бы тому, что арабы, иудеи и самории все более активно покидали бы автономию, переселяясь за пределы Израиля, например, в Европу. Но, увы, есть две серьезные причины, мы, на самом деле, о них уже говорили с вами, которые вынуждают правительство Израиля идти на эти тактические уступки, шаги, не соответствующие стратегическим интересам Израиля. Во-первых, речь идет о борьбе с демонизацией имиджа еврейского государства в международной арене, на борьбе с попытками его дискредитировать. Мощное международное лобби различных левых партий, движений и организаций, добивающихся политического, экономического, научного и культурного бойкота Израиля, с удовольствием используют тяжелое экономическое положение в автономии для очередной кампании по дискредитации еврейского государства. До сих пор Израилю удается, в общем, достаточно успешно, нейтрализовать усилия сторонников бойкота, способного нанести серьезный ущерб интересам страны. Но это противостояние имеет цену, в том числе ограничивая и сдерживая возможности Израиля в борьбе со своими врагами. Но куда важнее осознать вторую причину, гораздо более серьезную и куда более проблематичную. Израильское общество отнюдь не консолидировано в вопросе о будущем Уйде и Самарии, в том числе, например, о целостности Иерусалима и о праве еврейского народа на эту наиболее важную с национальной точки зрения части страны, включая в том числе и Храмовую гору, например. По меньшей мере, треть еврейского населения страны, не говоря уже об арабском меньшинстве, считает вполне допустимым отказ Израиля от суверенитета над этими областями. Поэтому она совершенно не готова к таким решительным шагам, как, например, упразднение паразитического образования под названием палестинская автономия, которая сопровождалась бы стимуляцией миграции арабов из Иудеи и Самарии. И, в общем, к сожалению, но именно поэтому правительство, которое, по сути дела, отражает усредненную коллективную волю нации, не в состоянии пойти на те шаги, которые кажутся, само собой, разумеющимся правым или даже центристом. И финансовая поддержка властей автономии является таким же тактическим ущербом интересам нации и уступкой левым, как ограничение для евреев на Храмовой горе и преследование еврейского строительства в Иудеи и Самарии на фоне попустительства незаконному арабскому строительству и многим другим аналогичным действиям. Если бы еврейское общество в Израиле было бы более однородным в осознании своих стратегических интересов, то ситуация могла бы быть иной. Но, к сожалению, оно такое, какое есть. И вместе с тем следует ясно понимать, что на фоне всех этих тактических отступлений нынешнее правительство Натаниял, вот оно ведет сейчас страну к важнейшему стратегическому прорыву. Поэтому, если, точнее, будем надеяться, когда этот прорыв будет осуществлен, все наши прежние тактические уступки врагам, они потеряют свое значение. Пусть мы сейчас уступаем там и здесь, пусть мы им платим деньги, мы ограничиваем себя на Храмовой горе, мы закрываем глаза на то, что они строят незаконно и сносим наше строительство, как бы не получившее разрешение, которое тормозят наши чиновники, и допускаем их строительство. При всем при этом распространение израильского суверенитета в Иорданской долине и на еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии, которое будет осуществлено при международной поддержке администрации США, оно снимет вопрос о создании арабского государства между Средиземным морем и рекой Иорданом. Мы только что об этом говорили. И, разумеется, после этого шага останется в потенциальном распоряжении власти арабской автономии две трети территории, их можно называть государством, уже сказали, их можно называть империей, но судя к делу, это не изменит. И в самом идеальном раскладе то, что они получат, это такая расширенная автономия. И то, если не чудным образом каким-то сменят свою ментальность с арабской на европейскую или канадскую, как сказал посол Фридман. И именно в этом состоит суть сделки века. И это является тот тем важнейшим стратегическим шагом, который наше правительство просто обязано успеть сейчас осуществить, пока в Белом доме располагается администрация Трампа. Ну а нам очень важно понять, что все те вещи, которые нас возмущают, в том числе, например, такой перевод денег автономии, это результат того, что наше общество еще до сих пор, в нем слишком много наивных, может быть, не столько наивных, не только наивных людей, которые верят в абсурдную идею создания государства арабского. И пока эти люди существуют, пока эти идеи находят своих сторонников, то ничего не изменится. Поэтому нам придется тяжело работать и заниматься разъяснением, объяснять снова и снова и разоблачать, как бы дезавуировать вот эту вот безумную, опасную идею возможности создания арабского государства. И только когда в обществе будет действительно мейнстримный консенсус, согласие в отношении того, что иудеи и саморе являются нашей частью, справедливой, по праву и по закону, по всем законам, историческим и международным, частью нашей страны, вот тогда мы действительно сможем избавить наше правительство от таких непопулярных шагов, как, например, перевод этих денег в автономию и удерживание фактически экономического благосостояния автономии, которое вовсе не является нашим интересом. Александр, давайте мы, наверное, сейчас сделаем перерыв. Давайте. Буквально. И вернемся. Буквально на несколько минут, после чего вернемся, продолжим, и у нас будет возможность пообщаться с нашими радиослушателями, ответить на вопросы или затронуть какие-то другие темы. Оставайтесь с нами. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Александру, вы всегда можете набрать этот номер телефона, задать вопрос и получить на него ответ. Ну, а пока наши радиослушатели собираются с мыслями, чтобы задать вопрос, давайте поговорим вот о чем. Суверенитет в Иудеи и Самарии, о чем идет речь. На каких условиях это возможно. Да, упоминаю несколько раз. Действительно, стоит немножко более подробно коснуться того, о чем идет речь. И здесь я просто процитирую интервью, которое дал посол США в Израиле Давид Фридман. Буквально сегодня оно было опубликовано. Для того, чтобы, прежде всего, для того, чтобы подчеркнуть, насколько действительно эта администрация дружественна, это ваша, американская администрация дружественна Израилю, я просто приведу пример. Посол находится, ну сколько, три года примерно у нас. В 17-й год его был посвящен тому, чтобы перенести посольство в Иерусалим Американской. В следующий 18-й год был посвящен признанию голландских высот, признанию Америки, США того, что голландские высоты являются частью Израиля. Что, на самом деле, многие говорят, ну что это такое, это просто чисто демонстративный шаг. Это вовсе не демонстративный шаг, и мы об этом с вами говорили. В этот момент американские бизнесмены получили карт-бланш для того, чтобы инвестировать не только бизнесмены, но и фонды, и банки, инвестировать в голландские высоты. Это дало колоссальный импульс голландским высотам для развития и для того, чтобы действительно превратиться в интегральную часть Израиля, еврейского государства, не просто отделенную как бы какими-то условностями, которые до сих пор сдерживали. Ну и, наконец, последние два года, 19-й, 20-й год, проходили под гидой суверенитета, подготовки суверенитета. О чем идет речь? Значит, во-первых, со стороны США, согласно плану сделки века, существуют три условия. Первое условие, условие к тому, чтобы Израиль распространил суверенитет. Условие первое, детальная картография. То есть, давайте сделайте карты, на которых четко прорисовано, что в суверенитет, что пока не в суверенитет. Во-вторых, со стороны израильского правительства должно быть ясная, однозначная готовность вести в дальнейшем переговоры с палестинскими арабами по плану сделки века, по плану Трампа. И эту готовность Натаньяу озвучил на следующий же день, после того, как сделка века была опубликована. То есть, второе условие было выполнено. Израиль говорит, да, мы готовы вести переговоры, да, по плану сделки века, по плану Трампа. И третье условие, что за пределами определенных частей зоны Си, то есть в определенных частях Иудеи и Самарии, где будет суверенитет, можно будет строить еврейское средство. В определенных частях строить Израиль обязуется не строить там. И здесь очень важно понять, о чем идет речь. Где строить, где не строить. Что такое вообще зона Си, зона Эй и зона Би? Вся Иудея и Самария разделена, грубо говоря, на три части. Первая часть — это зона Эй. Это большие арабские города. Там сконцентрировано порядка 97% арабского населения Иудеи и Самарии. Эти города находятся уже много лет под полным контролем автономии. Израиль не управляет этими территориями. Они находятся под полным контролем, полным управлением автономии, обумазано. И, в общем-то, израильская армия старается не действовать там тоже. То есть действует, но ограничивает себя там. полиция и силовые структуры автономии. Есть зона Би, которая... Это деревни арабские тоже, в которых автономия осуществляет свою политическую власть, но военное присутствие там израильское. И автономия там не может свои силы располагать. Правда, сейчас, во время коронавируса, для того, чтобы как бы упорядочить ситуацию, Израиль разрешил там появляться автономным силам безопасности. И это сразу усугубило ситуацию. Они сразу начали делать всякие пакости, гадости, но мелочи, скажем так. Оставим это пока в стороне. И, наконец, есть третья часть Иудеи-Самарии, зона Си, которая включает в себя израильские, еврейские населенные пункты и, в общем-то, большую часть территории Иудеи-Самарии. То есть на сегодняшний момент примерно 60% территории Иудеи-Самарии это зона Си. Там нет власти автономии и там достаточно небольшое арабское население. Теперь примерно половина этой зоны Си, то есть примерно 30% от Иудеи-Самарии это те области, где Израиль в соответствии с планом Трампа может распространить свой суверенитет вот буквально уже через 6 недель. И это включает в себя Иорданскую долину, огромную территорию, фактически отделяющую Израиль от государства Иордания и включает в себя все еврейские населенные пункты. В том числе большие анклавы, такие как например город Мали-Адумим, город Ариэль, огромный блок поселений Гуша-Цион. Там сконцентрировано примерно 97% еврейского населения Иудеи-Самарии. И в этих районах, которые получат суверенитет, Израиль сможет строить столько, сколько ему угодно. То есть в соответствии с планом Трампа, Израиль там может заниматься строительством настолько, насколько посчитают нужным. Теперь есть много отдельных поселений, в целом это примерно 3% еврейского населения Иудеи-Самарии, но это тоже важные места, это небольшие еврейские поселки, там и здесь, находящиеся, разбросанные по всей территории Иудеи-Самарии, там тоже будет провозглашен суверенитет, но эти поселки смогут строиться только внутри своей территории, а расширять себя они на 4 года Израиль обязуется не расширять эти поселения в течение 4 лет. Эти 4 года как бы являются условным сроком для того, чтобы арабы могли превратиться, как мы уже сказали, в канадцев ментально и начать переговоры с Израилем о том, что они отказываются от своей идеи и мечты уничтожить еврейское государство и все, что они хотят, это действительно жить независимым государством и тогда на них сваливается, как мы помним, согласно плану Трампа, огромное количество денег и возможностей, такой план Маршала удестеленный и все возможные экономические блага, но они должны разоружиться, они должны отказаться от войны с Израилем террористической и дипломатического террора, от бойкота и прочего, 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 стать нормальными людьми и тогда у них будет нечто, что мы понимаем, можно назвать расширенной автономией, но если они захотят это назвать империей или галактическим царством, то тоже можно, можно назвать просто государством, но по сути это будет расширенная автономия, где они будут полностью независимы, экономически будут обеспечены и будет жизнь хорошая и счастливая, но мы понимаем, что для этого они действительно должны изменить свою ментальность и этого, по крайней мере, на нашем веку не произойдет. Арабы, начиная, собственно, последние сто лет, они каждый раз, раз за разом, когда возникает ситуация, где нужно лишить все или ничего, то есть они заявляют все или ничего и таким образом ничего не получают. Евреи всегда готовы пойти на уступки, даже болезненные для них, и в итоге получают каждый раз все больше и больше и больше. Таким образом, с одной стороны, действительно, мы находимся в ситуации, когда буквально через шесть недель будет закончено вот это вот картографирование. Я очень надеюсь, что действительно к первому июлю израильские структуры, ответственные за это картографирование, предоставят карты, потому что все остальное уже есть. Есть обязательство Израиля вести переговоры с арабами, если они созреют к этому. Есть обязательство Израиля не строить за пределами вот того, что, как я объяснил сейчас, в течение четырех лет, даже в зоне Си, которая находится под властью Израиля, не будет строить Израиль, и не будут строить арабы тоже. Израиль сможет строиться внутри своих поселков, и также та часть, где большие еврейские анклавы, там дальше, там можно будет строить сколько угодно, без всяких ограничений. На это Израиль уже согласился. Таким образом, все опирается сейчас в карты. Со своей стороны, американское правительство говорит, администрация «Вы должны сделать этот шаг, вы должны объявить о суверенитете, мы вас поддержим, мы вас поддержим и будем прикрывать на международном фронте, потому что, конечно, понятно, что европейцы будут в бешенстве, и арабам, даже тем арабам, которые хотят сейчас дружить с Израилем, это будет непросто переварить, они будут бурчать, они будут даже, может быть, громко кричать и топать ногами, но при этом подмигивать обоими глазами, чтобы, так сказать, их правильно поняли, потому что и Саудовская Аравия, и на самом деле даже Египту, совершенно ненужны сейчас какие-то разборки и напряжения с Израилем, Израиль для них это та страна, которая, по сути дела, может спасти их сейчас от иранской экспансии, они очень хотят, чтобы Израиль был их другом, тем более, что у Израиля сейчас такие козырные карты в Белом доме, что ссориться с Израилем ну никак нельзя. Проблема, к сожалению, находится, опять же, таким образом, не за границей, а внутри Израиля. И здесь я, если, Сергей, у нас есть немножко времени, я подробнее остановлюсь, если у нас есть вопросы, давайте отвечать на вопросы, там уже, может быть, перенесем это на следующий раз. Сергей? Давайте я напомню, телефон в студии 847-400-5200 и все-таки примем телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Хотел бы вас поздравить и тех, кто хочет поздравить с завтрашним днем с 75-летним победой над нацистской Германией. Это много можно вот говорить, но я хочу вас другое спросить. Вы знаете, много лет я смотрел видео с Израиля, как у вас это праздновалось. И это не только ветеранами, кто еще остался живой, и на их детьми, и внуками, и так далее. В этом году, конечно, это все, как говорят, уже этого нету. Но скажите, пожалуйста, вы мне несколько минут рассказали, что когда открывали посольство в Иерусалиме, были евреи, которые протестовали. Так вот, были ли у вас люди в вашем государстве, которые протестовали то, что люди, которые уцелели после этой бойни, праздновали свое освобождение и так далее. Я надеюсь, что такого не было. Но могут быть арабы, конечно, которые все были на стороне фашистской Германии, все равно. Но ответьте на такой вопрос. Было такое у вас или нет? Спасибо и всего хорошего. Спасибо. Вопрос интересный и он далеко не однозначный. Дело в том, что с одной стороны в Израиле чтут память и уважают ветеранов, которых в Израиле, как и везде, становится все меньше и меньше. Давайте просто прикинем, что 75 лет прошло со дня победы. То есть самым молодым ветеранам по меньшей мере 95 лет. И даже Израиль, который числится одной из стран с самым большим количеством долгожителей, все-таки не может похвастаться большим количеством таких людей. Я лично знаком сегодня с одним ветераном, живущим в Израиле, с одним-единственным. Ему 95 лет. Я сегодня позвонил ему и поздравил его с этим праздником. Я понимаю, что для него это важно и по-настоящему это очень важный для него праздник. И помню о том, что, в общем, 8 мая тоже является днем победы. 9 мая это было искусственно созданное фактически Сталиным, как бы отделение себя от западной коалиции. Я поздравил его сегодня, потому что, на мой взгляд, к сожалению, 9 мая сегодня в Израиле все больше приобретает черты вот того, что в России называют сейчас горькой иронией победобесием, когда реальный праздник, важный для ветеранов, для их потомков, подменяется некой вот такой вот бутафорией, когда разряженные клоуны, часто эти клоуны, одеты в форму НКВД с какими-то погремушками, прицепленными клацканам, выходят и трясут флагами. По сути дела, это превращено уже из чествования ветеранов, их подвига, в продвижение каких-то очень странных идей. И, к сожалению, в Израиле это тоже набирает силу. То есть я помню, когда на 9 мая в прошлые годы, десятилетия назад, в Хайфе ветераны, тогда их было еще больше, они выходили в парк, они выходили действительно одетые с орденами, и это было понятно, что эти люди действительно заслужили эти ордена и медали, это их настоящие ордена и медали. Они выходили, и многие, кто понимали, о чем идет речь, старались их поздравить, подарили цветы. Многие израильтяне сначала не понимали, о чем идет, потом в таких местах, как Хайфа, например, где огромное количество людей приехало в 90-е годы, уже как-то и городские власти подключились, и все были в курсе, все знали, о чем идет речь. В последние годы, к сожалению, все это превращается в совершенно другое что-то. Какие-то странные молодые люди в форме СМЕРШа устраивают, так сказать, они устраивают что-то вроде таких шествий или движений в центральных частях городах. В этом году представители партии «Наш Дом Израиль» потребовали поднять красное знамя Советского Союза над мэриями городов в честь праздника 9 мая. Какая связь красного знамени советского, то есть символа этого государства в честь 9 мая? Почему? Зачем? Каким образом это может чествовать ветеранов, живущих в Израиле? Или продвигает какие-то интересы Кремля и адженду, повестку Дня Кремля? Все это выглядит, к сожалению, некрасиво и неприятно. И, увы, праздник, настоящий важный праздник для ветеранов и для их потомков превращается в Израиле, как и в России, в нечто совершенно иное. Но, тем не менее, есть еще достаточное количество людей, которые именно не празднуют этот день, а вспоминают о подвиге тех, кто не дожил и тех, кто, слава Богу, еще жив, поздравляют этих людей. И да, когда вы спрашиваете о том, есть ли в Израиле те, кто против этого праздника, я понимаю, что вы заходили со стороны, как бы, есть ли левые, которые против этого праздника. Нет, такого нету. Но у очень многих людей сейчас возникает в Израиле ощущение того, что вот то, что мы понимали вот 9 мая подменяется некой некой декларацией верности кремлевским властям со стороны тех людей, которые приехали в Израиль, но остались ментально частью вот этого советского или российского современного государства, враждебного Израилю, на самом деле. И это вызывает, безусловно, антагонизм. Поэтому, да, есть люди, которые очень осторожно и с опаской смотрят на то, что сейчас происходит, потому что это совсем не тот праздник, какой я помню, например, еще 10-15 лет назад в Израиле. Сергей. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если издали удастся аннисировать часть Самарии и Иудеи, а в ноябре выиграет, не дай бог, наш Байден, так он же может повернуть вспять этот процесс. Как же тогда будет это все происходить? Спасибо. Безусловно, существует опасность, что в ноябре выиграют Байден, и это действительно большая опасность, я думаю, для Америки это даже большая опасность, чем для Израиля. И может статься, что новая администрация попытается давить на Израиль, например, поддерживать антиизраильские резолюции, оказывать политическое давление с тем, чтобы Израиль отказался. Но понимаете, есть такие вещи, которые вот трудно взять, но когда ты уже взял, уже не отдашь. И дело в том, что израильское государство, израильское правительство, какими бы они ни были, на протяжении более полувека 67-го года никогда не выступали с однозначным заявлением о том, как бы не отказывались от нашего совершенно справедливого и, кстати, законного с международной точки зрения нашего права на Иудею-Самарию. И подчеркивали всегда, что это в международном юридическом, есть такой международный юридический терпен, термин оккупатио белика, то есть военный захват, когда одно государство захватывает у другого государства суверенную территорию. Так вот, Израиль всегда подчеркивал, что то, что произошло в 67-м году в Иудеи-Самарии, не было оккупатио белика. И объяснял, почему. Во-первых, существует прецедент того, как вообще формировалось государство Израиль с 48-го года и устанавливало свои границы в рамках британского мандата, как ему было обещано. И во-вторых, Иордания, у которой Израиль отбил, отобрал, приобрел эти области, освободил эти области, она сама была там оккупантом с точки зрения международного законодательства. То есть Израиль не забрал суверенную территорию Иордании, он забрал что-то, что Иордания сама захватила и сама как бы была там захватчиком. И кроме того, если уж на то пошло, Израиль заключил с Иорданией мирный договор. И в рамках этого мирного договора прекратилась война, а значит все взаимные претензии были нивелированы. То есть Израиль находится в Иудее и Самарии не в статусе военного захватчика. А значит и израильские правительства подчеркивают это и те, и другие, правые и левые. И поэтому в тот момент, когда мы наконец уже решимся и существуем там суверенитет, отмотать это назад на мой взгляд будет очень сложно. Хотя безусловно и в Демпартии и в израильские левые лелеют такую мечту. И поэтому, конечно, здесь я снова обращаюсь к вам, наши американские слушатели. Пожалуйста, сделайте все возможное для нас, чтобы Трамп победил в ноябре и остался еще на 4 года. А через 4 года пусть будет кто-нибудь из его команды. Но не дай бог, чтобы демократы, враги Израиля не пришли к власти. Байден делает недосмысленные заявления по поводу восстановления, так сказать, прав автономии и так далее. То есть он рассчитывает на свою левую публику. Ведь не говорит же он это для того, чтобы проиграть выборы или потерять популярность. Значит, он твердо уверен в том, что 75% евреев, которые входят в разные еврейские организации, в том числе вот программу последнюю мы вы говорили о выборах. В рецепрезидентах ИАЗ, да. Понимаете, значит, 75% евреев, к сожалению, поддерживают эти антиизраильские сентенции. Это обескураживает абсолютно. У меня просто нет слов, чтобы без возмущения, в приемлемых формах выразить свое к этому отношение. И он понимает, что это его выигрышная программа. То есть, демократы, по сути дела, большинство демократов придерживаются антиеврейских, антиизраильских настроений. И он на этом играет. А еще одна, вы знаете, вот одна мысль, я разговаривал с моим старым другом Ихилом Бродским, еще одна мысль, которая его тревожит. Вы понимаете, вот в связи ХИАЗ превратился в какое-то время в организацию, которая стала происламистской. Вы помните, они поднимали, так сказать, своих сторонников на баррикады против Трампа, который попытался ограничить въезд. Отказались от еврейского еврейского в своей определении. И вот что настораживает в этой связи. Со временем, когда все это обретет такой очевидный вид, очевидное, так сказать, значение, когда мусульмане не с резкими заявлениями, а так плавно, плавно будут втекать, вливаться во все эти движения, я боюсь, что это тронет умы американских христиан. То есть, еврейские организации, или так называемые еврейские организации, на самом деле, примут антиизраильскую позицию, антиеврейскую позицию, они сольются в соите с происламистскими организациями, и это может породить в рядах даже евангелистов, некое массовое антисемитское движение. Вы понимаете, чем это грозит? Это звучит очень-очень действительно тревожно, и в общем, на самом деле, ведь что происходит? Евреи в США до недавнего времени, может быть, даже еще сегодня, были самым большим меньшинством, они были наибольшим меньшинством и очень влиятельным меньшинством, и это, конечно же, влияло, безусловно, на внешнюю политику, на позицию администрации американских. Но сейчас происходит замещение, евреи ассимилируют, евреи исчезают, а мусульманская община нарастает, и мусульмане постепенно вытесняют евреев в качестве наибольшего меньшинства. И именно это мы видим сейчас в перерождении демократической партии, слава богу, это пока не затронуло республиканскую партию, почти не затронуло, может быть. Но да, такая опасность существует. Безусловные или идеологические позиции евангелистов, они все-таки таковы, что они не позволят так быстро им принять ислам, который, безусловно, видит в христианстве своего главного врага. То есть евреев они, может быть, и ненавидят, и презирают, но вытеснять и бороться они будут именно с христианством. И для них на американской земле главная задача подавить, конечно же, христианство, то есть подавить тех же самых евангелистов. И в этом смысле как бы надо надеяться, что для евангелистов у них будет понятно, что евреи им не враги и даже союзники, а вот с мусульманами у них предстоит очень жесткий идеологический, идеологическая конфронтация. Но да, безусловно, такая проблема существует. Вы абсолютно правы, но при этом на поверку, на поверхности будет выглядеть так, что еврейские организации привели ислам, который начал доминировать. Для обычных христиан, так сказать, это будет выглядеть именно так. И я очень боюсь, что это может всколыхнуть волну антисемитизма среди христиан. То есть это выглядеть будет так, что евреи привели ислам, врагом которого является христианство. Ну, увы, это так и происходит. Когда мы говорим о ХИАС, то, собственно, ХИАС занимается последние 5-6, может быть, 10 даже лет последних исключительно привозом мусульман. То есть я думаю, что там на 94-97% того, кого они помогают абсорбироваться, тем иммигрантам, которым помогают, это иммигранты из мусульманских стран, и в том числе они преимущественно антисемиты. То есть антисемитизм в арабских странах является, такой же естественной вещью, как отправление естественных надобностей. И да, приезжают люди, которые мусульмане и антисемиты, и ХИАС их завозят в Америку, помогают им абсорбироваться, и это, безусловно, конечно же, отразится на отношении обычных американцев к еврейским организациям, которые, мы видим, к сожалению, постепенно захватываются теми же самыми людьми, которые в свое время переформатировали ХИАС. Но, на самом деле, вы понимаете, я сейчас скажу очень циничную, может быть, неприятную вещь для многих, но как долго еще в США будет существовать еврейские общины? Тот уровень ассимиляции, который сейчас, мы говорим о том, что в течение полутора поколений евреи перестанут существовать как национальная, как бы, отдельная идентичность. Вот, то есть люди-то останутся, но они перестанут быть евреями. Вот, и в этом смысле, конечно, полтора поколения, те евреи, которые не уедут в Израиль, вряд ли они сохранятся в ближайшем, в будущем, в ближайшие 50 лет, например, в Америке, как еврей. Александр, давайте попробуем принять звонки, люди пытаются дозвониться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, возможно, вам покажется, что это, ну, как бы, не очень нормальный вопрос, но в прошлый раз, когда говорили о еврейских организациях, вы сказали, боритесь, это, как бы, ваша война, ваша борьба. Вот не сказали бы, вы не уточнили бы, что мы можем сделать, потому что, когда я говорю, что давайте писать письма нашим представителям, нашим сенаторам, мне говорят, это ничего не даст, это не наши, как бы, сенаторы не наших округов, и на наши письма никакого внимания не обратят, и, в общем, все в таком духе. И вот, даже в этих общественных организациях, мы, ну, мы как бы, мы попытались проголосовать в этот раз за Всемирный Европейский, Еврейский Конгресс, но тоже, оказалось, всего 10 голосов от нас туда попало. Это не всего 10 голосов. 10 людей. Вот, подскажите, что мы можем сделать, чтобы все-таки хоть как-то в чем-то немножко победить? Очень коротко и быстро. Давайте я скажу наши реалии. Сенаторы, конгрессмены могут обращать внимание на физическое количество петиций. Если привозят на тележках там сотни тысяч петиций подписанных, на это они обращают внимание, потому что это реальные люди, подписали, это физически можно ощутить. Все остальные обращения действительно малоэффективны. У них порой просто свитчборд отключается, они не принимают звонки. Теперь, что касается American Forum for Israel. 10 человек, это, конечно, не 20, не 30, не 40, но 10 человек, это сила. 10 человек, это сила. С учетом того, что банды Сороса активизировались и в этом мероприятии принимало участие J-Street, а вы понимаете, что там денег, как у дурака фантиков и 10 голосов на всемирный еврейский конгресс, на всемирный зионистский конгресс, это немало. это по большому счету победа. Это по большому счету победа с учетом разницы в весовых категориях, потому что там миллиарды и миллиарды долларов, а здесь просто добрая воля порядочных людей. Я хочу даже добавить в продолжение того, что вы сказали, в общем, одна из проблем, о которой мы говорили как раз в прошлый раз, что большинство евреев американских, на самом деле, они не вовлечены, они не очень знают, что происходит в организациях от их имени, поэтому сама вовлеченность, то есть в тот момент, когда люди поймут, что от их имени делаются ужасные вещи и начнут сопротивляться этому, то это уже может повлиять, потому что на сегодняшний момент большинство американских евреев занято своими повседневными проблемами, это замечательно, люди живут своей жизнью, но от их имени совершаются ужасные вещи от имени их, как бы их входящих в какие-то организации, и это нужно поменять. Люди, евреи американские, входящие в различные еврейские организации, должны разобраться в том, что делается от их имени и возмутиться, если им не нравится то, что происходит. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Друзья, пожалуйста, может я неправильно понял, но вот я прочитал новости, что победой на Таньяку есть возможность двух человек как бы внедрить в Багаа. То есть они могут там занять, два человека могут занять позицию какую-то. Это так или нет? То есть два человека могут ли они туда попасть, может быть что-то изменится? Или я что-то недопонял? Не можете объяснить? Нет, к сожалению, к сожалению, вы недопоняли. Ситуация другая. Судей в Верховный суд Израиля назначает специальная комиссия, куда правительство делегирует нескольких человек. Шел спор между Гансом и Натаниел, кто туда делегирует людей. Будут ли это люди от правой как бы группы внутри правительства или от левой. и Натаниел добился того, чтобы там были правые. То есть правые будут влиять немножко на назначение судей, по крайней мере сумеют заблокировать совсем плохих судей. Но назначить хороших пока не удастся. Видимо, это не в этом правительстве. Александр, к сожалению, времени у нас больше не остается. Еще раз. Должен разговор на следующий раз. Спасибо огромное. И я надеюсь, что у вас все в порядке с карантином с вирусом Израиль и вы в том числе. Я надеюсь, что вы как можно быстрее выберетесь из этой неприятности. Израиль потихонечку выбирается и мы держим за вас кулаки и молимся, чтобы у вас скорее все стало хорошо. Спасибо, Александр. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok